МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале 7.7 ТВ. В студии я, Дана Самат. Начали выпуска. Коротко о главном. Впервые в областном центре сегодня стартовал фестиваль фудфест Тарас, популяризация национальных блюд, совершенствование кулинарных навыков и кухонных изысков. Вот неполный перечень целей, которые ставили перед собой организаторы данного праздника. В канун Дня работников средств массовой информации поздравления получают и журналисты региона. Сегодня в преддверии профессионального праздника журналистов Казахстана прошла спартакиада среди работников средств массовой информации. Впервые в областном центре сегодня сортовал фестиваль фудфест Тарас, популяризация национальных блюд, совершенствование кулинарных навыков и кухонных изысков. Вот неполный перечень целей, которые ставили перед собой организаторы данного праздника. Побывали на нем и наши корреспонденты. Торжественное открытие прошло в стенах Тарасского колледжа сервиса и технологий. Фестиваль состоялся при поддержке Акимата Тараза – Ассоциации деловых женщин области. Его главная цель – популяризация национальных блюд, совершенствование профессиональных навыков среди обучающейся молодежи. В открытии фестиваля принял участие Аким Тараза и Ержан Желхабаев. Здесь представлены блюда казахской, турецкой, дунганской, узбекской кухонь. Состязание набирает обороты. Продолжение следует завтра в парке Женос. Там и будем награждать. В ходе фестиваля прошла выставка Баурсак Пати. Представлена была и кухня других народов, населяющих нашу область. Гости, посетившие праздник, смогли узнать много интересного из истории той или иной кухни, а также полакомиться вкусностями. Строгая жюри в результате дегустация блюд выставила свои оценки участникам. Сегодняшний фестиваль «Фудфест Тараз» проводится с целью поддержки женщин, которые начинают свой бизнес. Прямо сейчас будут представлены и розданы блюда четырёх различных кухонь. Отметим, что торжественное чествование победителей состоится завтра, 25 июня, в парке Женос. Дана Самат Куляш Умрзакова, Нурсултан Орумбасар, 77 News. Приближается праздник представителей СМИ, которые стали золотым мостом между народом и властью. В связи с этим заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Ерлан Кулкеев собрал представителей СМИ и вручил почётные грамоты журналистам печатных и электронных средств массовой информации нашего региона. Благодаря работе средств массовой информации общества в курсе государственной политики о возможности создания и ведения сельского бизнеса, о господдержке фермерской деятельности, о положении и перспективах тех или иных отраслей сельского хозяйства. Поэтому в преддверии профессионального праздника работников СМИ Ерлан Кулкеев считает важным отметить не только высокий профессионализм местных журналистов, но и их значимую роль в развитии села и агропромышленной сферы, а также поблагодарил обладателей пера и микрофона, самоотверженно трудившихся на благо нашего суверенитета. Всегда стоите на передовой происходящих в обществе событий, оперативно и качественно доносите информацию до народа. От всей души желаю работникам очевидных СМИ вдохновения, острого пера и успешной реализации новых идей и проектов. Новый завод по производству стеклопластиковых труб открыли близ Алматы. Совместное российско-казахстанское предприятие будет производить продукцию для нефтегазового сектора нашей республики. Объект должны были запустить в эксплуатацию еще в прошлом году, но пандемия не позволила это сделать. Его запуск провели максимально оперативно, как только карантин по коронавирусной инфекции был ослаблен. Завод является совместным российско-казахстанским проектом. Локальное производство имеет важное значение для нефтегазовой отрасли. Это специальные трубы из стеклопластика. Общий объем инвестиций в предприятие составил более 700 миллионов тенге. Трудоустроили 63 человека. Большинство из них – жители поселков Ильийского района. Завод способен производить 350 километров стеклопластиковых труб в год общей стоимостью свыше 2 миллиардов тенге. На полную мощность его планируют вывезти через полгода. Больше 800 гектаров земля отвели под ягоды и фрукты на западе Казахстана. Новые сады появились в Акжаикском районе. Местные фермеры высадили плодовые деревья почти на 50 гектарах. В прошлом году садоводы региона собрали больше 2000 тонн урожая. Но это лишь 5% от потребности населения. Практически весь необходимый объем витаминной продукции сейчас завозят из южных областей или из-за рубежа. Население Аулак-Булак в Акжаикском районе всего 200 человек. Молодежь разъехалась в поисках работы. Те, кто остался, живут за счет личного подворья. В прошлом году группа предпринимателей решила разбить здесь фруктовые сады. На работу позвали в первую очередь местных жителей. На 15 гектарах высадили яблони, грушевые и сливовые деревья. Планы у инвесторов масштабные – построить целый комбинат по переработке фруктов. В следующем году будет налажен капельный полив. Ближайшие 5 лет в регионе планируют высадить плодово-ягодовых деревьев на 160 гектарах земли. Набирает обороты и программа «Мой двор, мой сад». Больше тысячи западноказахстанцев получили в качестве гранта и высадили больше 10 тысяч молодых фруктовых деревьев. В областном центре появятся улицы с новыми именами и названиями казахского радио «Знамя труда», «Муставы Шокая» Куанышпаева. Об этом говорили на публичных слушаниях постоянных комиссий города. Улицы, названия которых устарели, создают неудобства для населения. Это хорошо знают местные жители. На совещании было предложено назвать 1, 2, 3 переулки улицы западной казахским радио. А улица «Железнодорожная» в городе будет переименована в «Знамя труда» главным рупором области уже более века, а не уши и глаза народа. Поэтому руководство предпочло присвоить их название улицам. Кроме того, улица имени Крупской стала называться Менгелекьель. Название Менгелекьель мы когда-то предлагали передать микрорайону. В других городах есть улицы с этим названием. А у нас в Таразе ещё не дали это название ни одной улицы. Поэтому я предлагаю назвать улицу Крупской Менгелекьель. По итогам заседания единогласным голосованием участников данные улицы будут переименованы в ближайшее время. Для профилактики среди молодёжи уголовных правонарушений должна быть система видов деятельности, направленных на коррекцию их поведения. В связи с этим отделом пробации отдела полиции Рысковского района и молодёжным ресурсным центром района с целью адаптации молодёжи, состоящей на учёте службы пробации к общественной жизни, были организованы экскурсии по историческим местам городища Кулан со средневековой историей и в районный историко-краеведческий музей. На экскурсии младший сотрудник районного историка краеведческого музея Баужан Тулубаев рассказал о людях, внёсших вклад в становление и развитие района, работавших на благо страны, имена которых остались в истории. Побывавшие в историко-краеведческом музее поблагодарили сотрудников полиции, сказав, что они получили духовную пищу от экскурсии. На сегодняшний день специалистами отдела молодёжи Рыскулского района проводятся спортивные соревнования с молодыми людьми, стоящими на учёте службы пробации. Ещё мы провели экскурсию по историческим местам, расположенным на сегодняшний день в селе Кулан. Также до конца года планируется проведение таких мероприятий совместно с отделом молодёжи и отделом спорта. В дальнейшем планируется активное вовлечение молодёжи этой группы в общественную жизнь. В целях проведения системной работы с молодёжью, психологического консультирования, оказания содействия молодёжи в сознании и недопущения повторения совершённых преступлений между районной службой пробации и молодёжным ресурсным центром в соответствии с разработанным планом. Будет проводиться постоянная работа с гражданами, состоящими на учёте. Дана Самат Халмраимбаев, Мирбек Саурамбаев, 7.7 Ньюс. Принудительная вакцинация накануне межведомственная комиссия рекомендовала главному санврачу страны принять дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции в стране. Новые ограничения будут касаться работников сферы услуг. Получение вакцины для них может стать обязательным условием работы. Новые ограничения на этот раз будут касаться не работы каких-либо организаций, а их сотрудников. Казахстанцев, работающих в сфере услуг, а также крупных промышленных коллективов в скором времени будут прививать в обязательном порядке. Такие меры решено принять из-за мутации коронавируса и появления так называемого индийского штамма в Казахстане. Для несогласных или тех, кто имеет противопоказания к вакцинации, придумали альтернативу – регулярная сдача ПЦР-теста. Так что в скором времени придется либо ставить прививку, либо на постоянной основе подтверждать отрицательный ПЦР. К слову, за чей счет работникам придется это делать, комиссия пока не уточняет. Выбор хоть и есть, но ни один из предложенных вариантов опрошенных актюбинцев не устраивает. Я не буду прививаться, я работаю с вереуслуг, прививаться я не буду. Что, если работодатель скажет, что обязательно надо уволитесь? Да, уволюсь. Уволюсь. Для меня мое здоровье важнее. Я не считаю, что прививка – это панацея от этой болезни. Я в ней просто не уверена. Я не доверяю вакцинации вообще, в принципе. И я против. А если работодатель обяжет вас, допустим, скажет, что обязательно нужно вакцинации? Ну, я уволюсь. Кажется, человек вправе сам решать, вакцинируется ему или нет. Вы вообще будете вакцинировать? Нет, я не планирую. А если работодатель заставит? Ну, в принципе, у нас же это от человека зависит, хочет он или нет. Вот у меня есть знакомые друзья, которых уже заставляют на работе вакцинироваться. Либо предлагают альтернативу каждые три дня проходить БЦР-тест. Вот. Ну, блин, а это по деньгам, сами знаете, накладно. Ну, да, скорее всего, уволюсь. Ну, правильно, я уже давно вакцинировалась. Еще в начале мая вторую прививку получила. Я считаю, это правильно, конечно. Вы верите в вакцину и в то, что она все-таки спасает, когда может обезопасить население? Конечно. Дело в том, что у нас в семье случилось, ну, не то, что беда, горе. Поэтому я считаю, что это правильно будет. У нас ушел из жизни человек, очень близкий, дорогой нам. За обязательную вакцинацию? Да, за обязательную. Я не знаю, кто там. Я за обязательную вакцинацию. Я против принудительных, да. Готовы будете уволиться или каждые две недели, допустим, сдавать ПЦР? Нет, ПЦР я сдавать не буду, конечно, но дальше, если принудительные, если вакцину не будем получать с работы, если на увольнение пойдут, дальше будем в органы обращаться. То есть это незаконно? Незаконно, да. Это незаконно, я считаю. Напомним, что 21 июня власти страны сообщили о выявлении индийского штамма коронавируса в Казахстане. Большая вероятность его распространения наблюдается в Норсултане. Примерно у 56 обследованных пациентов с положительным тестом выявлен именно дельта-штамм. О выявлении мутирующего вируса заявили и врачи Алматы. Специалисты отмечают, что этот вид COVID-19 более заразен, отличается тяжелым течением болезни и коротким инкубационным периодом. Кулеш Умурзакова, Кристина Вейц, 77 News. 80 лет назад, 22 июня, началась одна из самых кровопролитных войн в истории человечества. День памяти и скорби. Выставка под таким названием проходит в детско-технической школе. На ней представлены модели техники военных лет, сделанные руками воспитанников школы. Подробнее в следующем материале. 22 июня – день, разделивший историю на до и после. Трагическая дата, которой в изобразительном искусстве посвящены многие произведения, живописи, графики, скульптуры. Модели представлены военной технике, боевой технике, того времени, военного времени. У нас на кружке мы занимаемся именно, акцентируем на изготовлении военной техники, Первой мировой, Второй мировой войны. И наша задача не только состоит в том, чтобы ребята приобретали технические навыки, творческие, но и воспитываем в них нравственное, занимаемся нравственным воспитанием, патриотическим воспитанием. Работы выполнены невероятно детально и выглядят настолько реалистично, что кажется, что техника вот-вот начнет работать. Воспитанники школы рассказали, как создаются такие шедевры. Я делаю танк Т-26. Т-26 – танк, который участвовал и в финской войне, во Второй мировой, и даже был на Дальнем Востоке и в Японии. Т-26 был вооружен 45-мм пухой, которая как раз создавалась для этого танка. Ярослав посещает школу дольше всех. На его счету уже 26 моделей. Есть призовое место в конкурсе. Мне 13 лет. Я с 2015 года хожу в техническую школу. Я уже поучаствовал в двух выставках. И на одной из выставок моя модель заняла второе место. Техническую школу посещают не только мальчики. Интерес к военной технике есть и у девочек. В это сложно поверить, но диорама, представленная на выставке, сделана ручками хрупкой лучезарой. Вот здесь изображена зима. Советские солдаты, они отстреливаются. И остановились здесь, разожгли костер. Сначала это был простой танк, самый первый легкий танк. Потом мы решили здесь добавить колесики. Так тут была такая просто жесть. Мы делали колесики, специально вырезали, еще пулеветик. И получилась такая красивая диорама. Всего на выставке представлено около 20 моделей. Среди них бронированная техника, автомобили, самолеты и танки. Кулеш Умурзакова, Кристина Каспирович, 7-7 Ньюс. Казахстанский боец Куат Хамитов стал хейтлайнером турнира по смешанным единоборствам в Ат-Рау. Его соперником был украинский файтер Роман Головинов. Бой в полусреднем весе был запланирован на три раунда и закончился победой Хамитова удушающим приемом в первом раунде. Таким образом, Куат Хамитов одержал 23-ю победу в своей профессиональной карьере ММА. И завоевал чемпионский пояс промоушена МФС. А Роман Головинов потерпел пятое поражение. Добавим, что это был второй бой Хамитова в 2021 году. Он входил в клетку в январе и всего за 49 секунд нокаутировал российского бойца Максима Пантелеева. Казахстанский борец греко-римского стиля Демюжа Драев завоевал серебро международного турнира в Турции. В финале весовой категории до 77 килограммов он встретился с борцом из Турции. Схватка завершилась со счетом 3-3. Однако последнее результативное действие было за соперником, который и стал победителем. На третью ступень пьедестала поднялись Мейрамбек, Айнагулов и Айдос Султангали. Они завоевали бронзу в категории до 60 килограммов. Айнагулов в схватке за третье место оказался сильнее местного борца. А Султангали выиграл у иранского спортсмена.